Заходим в такой своеобразный тоннель Это такой проход на другой канатной дороге Сверху просто насыпь трассы наверное Короче не знаю, в общем идем по тоннелю Хочешь здесь проходить Здесь канатная дорога открытого типа Сидишь на такие сиденькие лодочки и едешь Это немножко более экстремально На первый взгляд посмотрим как это нам будет По ощущениям Короче дождемся Здесь есть ограничения для людей Ростом метр двадцать пять Так раз два три часа пять посадочек вместо А сколько? Слава поедет И мы его не упустим Метр двадцать пять Едет только рядом с Ростом Только рядом с Ростом садят Поедешь? Да Мы сели в открытом виде Обалдеть Да Эффект конечно Если нас не остановит как на прошлое И не будет качать тогда не страшно А если остановит и начнет раскачивать Тогда я думаю будет немного ссыкотно Сверху отпустилась вот такая вот железная часть И мы ногами даже держим ее А она такая что только степло пускается Да Влад? Ну Эффектно Вот кто-то там не особо равномерно тянет этот Вот рост и мы сразу телом ощущаем все вот эти рывки Ну люди едут уже даже назад скучающие То есть Страха ужаса в глазах нет Конечно здесь единственный кайф то что В открытом виде все это сидишь Ну высота уже не та То есть впереди это выглядит примерно вот таким образом То есть едешь высота я так предполагаю метров 6-7 наверное над землей А обратно уже без людей возвращаются Ну и там видно будет Скада Самара Скада Самарской кабельной дороги строила вот эту ну трассу В Самаре есть большая фирма Скада Я как бы там знаком мы с ними сотрудничали И сразу видно ихние фирменные знаки Все работали со всей России Кто строит канатки наверняка здесь и работали Внизу под нами река горный ручей Шумит Красиво Ну короче если хотите садитесь метров 5-6 от земли вообще не страшно Да Это он сейчас и выговаривает Но на самом деле они наверняка не поедут Вот сейчас мы подъезжаем Может там страшнее будет Но пока мы едем вообще там еще какой-то штук сейчас есть Как Санек? Нормально Саньку нормально Хотя в глазах под очками наверное ужас Ну просто закрытые у него там В общем Вот так это и происходит А тихо так Да? Тишина Ну вот там мне кажется поинтереснее Там внизу? Ну мы сейчас еще вниз поедем Вот это какие-то снеговые пушки Интересные Наметают Вот тут второй раз вижу вот такого плана Не знаю как это назвать Вот в мешке собрано мосток не мосток там не знаю Ну что-то собрано и Скорее всего сетка потом зимой раскладывается Чтоб горнолыжники в деревья не вбивались А Разворачивают сетку Скорее всего и для этого и есть То есть Короче сетка уловитель Ограничитель О Впереди видно яма И более и более страшно становится Что-то тут даже зажубало А-о-о, американские горки Два Ну ничего Кайфово Вон то озеро Искусственное, которое мы видели Впереди непонятно что Площадка какая-то автомобильная И что тут такое белое в контейнерах Не в контейнерах, все их знает Шатры, да нет, это не шатры Мне кажется, это Какие-то капсулы для канатной дороги Короче, хотите ездить? Нет, мы вниз, тут горная лошадка Мы походим по нижней, кажется Короче, вот такая тут обстановочка Ну все, ладно Ждите нас тут Ой Кайфово Вот такой видос Получается у нас Причем-то надо обязательно Обязательно надо было поднять Рамку защиты И вот когда будет указатель Отпустите защитную рамку Мы должны ее отпустить И тогда будет, не знаю Защита сработает, наверное Но пора отпускать Опа Все, отпустили И чуть-чуть ускорения Теперь мы поднимаемся в гору И солнце прямо Ощущения Тоже интересные Из горы в гору Короче Поднимаемся вон на ту высоту Вон туда аж И еще там дальше Столько же примерно будем ехать Народу много катается Это как и в скайпарке Денежки зарабатывают Там только нахождение Там вообще Ни на чем не зарабатывают Здесь хоть немножко Электричество тратят И обслуживают Вот эти кабинки Вот такая Вот такие аттракционы Скажем так Их назвать можно Перевесено Смотри как Ну да Лучше садиться Как-то равномерно Или в центр Или в краю Вот как Впереди нас едут Так не все В общем Вот такое вот ощущение При катании Продолжаем Подъем Страшно? Очень Нет Нет Не страшно Меченки пищали Кому-то страшно Кому-то не страшно Ощущения такие спорные Конечно Конечно В кабинке Когда ехали Там более Чувствуюсь Защищенным А здесь Ну да Присутствует Какой-то элемент Риска Это и там безопасно С учетом того Что забираемся На такую высоту Вот опять Под нами Назад возвращаемся Горный ручей Рекой-то Это и назвать Сложно Но может быть Так и начинаются Реки Красота Из леса Так Бежит водичка Ну а мы Все ближе и ближе к финишу Скоро уже доедем до верха Ну все Вот мы и подъехали Теперь мы узнали Нам надо поднимать защитную рамку Вот на этом месте Подняли рамку И спокойненько Бежим, бежим, бежим Бежим, бежим Чтоб нам заново не уходиться Бежим Замечательно Афа еще попросил Давай еще Я не хочу Я не хочу Почему-то остановились и очень медленно закрываем дверки. Самое стрёмное останавливается. Хорошо, что здесь остановились-то. Так что так, не знаю, что за причина. Сказали, что кто-то виноват в кресле, слазит и летами, и наверху, то есть за это остановились. Пошли в разгонку. Я уже сижу тоже с нами. Ох, ой, 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 ой. С fueling Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok